Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выходы из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минско-городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Андрей Макаров, и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ИЧС спасатели совершили более 2000 выездов. На пожарах погибли 15 человек, в том числе один ребенок. 29 жителей столицы, из которых двое детей пострадали. Более 1800 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон силами МЧС. Далее о происшествиях уходящей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Не зря говорят, понедельник день тяжелый. Справедливость поговорки прочувствовали на себе пассажиры маршрутки старой дороги Минск. В половину восьмого утра, везший в столицу людей Фольксваген, попал в серьезное ДТП на 15-м километре Могилевского шоссе. Туда незамедлительно выехали спасатели. На месте ЧП при помощи гидравлического инструмента они деблокировали водителей 79-го года рождения. Мужчина с открытым переломом левой малой берцовой кости и ушибом нижней губы был госпитализирован в Минскую областную клиническую больницу. Туда же с ушибами легкой степени были доставлены еще 4 человека. Одного пассажира увезли в 10-ю городскую клиническую больницу. Еще двое отказались от госпитализации. Им была оказана помощь на месте. Всего же в маршрутном такси находилось 17 человек. Курьезным случаем отметилось утро вторника. На пульт диспетчера 101 поступил звонок от взволнованного мужчины. У него застрял палец в раковине. Недоумевающие спасатели выехали на место ЧП. Оказалось, что 40-летний мужчина проводил ремонтные работы в ванной комнате, в результате чего его палец застрял в отверстии умывальника. Палец работники МЧС при помощи специального оборудования извлекли. Мужчины его палец не пострадали. А вот раковину нерадивому мастеру придется заменить. Минск чрезвычайный. День зданий стал бы для спасателей относительно спокойным, если бы не ДТП, произошедшее в половину девятого вечера на третьем километре внутреннего кольца МКАД возле съезда на улицу Карвата. Там столкнулись легковой автомобиль Lexus 2012 года выпуска и легковой автомобиль Toyota Aventis 1998 года. В результате Toyota снесла металлические элементы ограждения МКАД и съехала в кювет. Водитель Toyota, женщина, оказалась заблокирована в искореженной машине. Чтобы ее вытащить, понадобилась помощь спасателей. В итоге 43-летняя водитель в состоянии средней тяжести, с переломом ребер, переломом левого плеча и тупой травмой живота была госпитализирована в больницу. Водитель Lexus в аварии не пострадал. По его словам, Toyota резко перестроилась и коснулась Lexus. Ее водитель не справилась с управлением и машина врезалась в отбойник. Страшный пожар произошел в ночь с пятницы на субботу в пятиэтажке по улице Гуртьева. Когда к месту прибыли спасатели, из окна на четвертом этаже уже вовсю валил дым. Горела комната в двухкомнатной квартире на площади в 25 квадратных метров. Хозяин квартиры, пенсионер, уже находился на улице. Он не пострадал. Однако под угрозой оказалась жизнь еще семерых жильцов, в том числе двоих детей, шести и двух лет, и пенсионера. Он инвалид по зрению и опорно-двигательному аппарату. Работники МЧС со спасением людей и ликвидацией пожара с успехом справились. В результате в жилой комнате повреждено имущество, закопчена квартира. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры. Минск чрезвычайный. Четвероклассница одной из столичных школ застряла в карусели на детской площадке по улице Притыцкого. Об инциденте, который произошел воскресным вечером, сообщил случайный прохожий, отозвавшийся на детский плач и крики о помощи. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили, что таз девочки 2006 года рождения был зажат в кресле детской карусели. При помощи специнструмента работники МЧС четвероклассницу освободили. После осмотра бригады скорой помощи, не получившая травм девочка была отпущена домой. Не обошлось без пожаров и воскресенье. Жители частного домовладения по переулку Торговый, заглянув вечерком в баню, так распарили, что устроили пожар. Горела деревянная обшивка парильного отделения на площади в 2 квадратных метра. Чтобы потушить пламя, хозяевам понадобилась помощь спасателей. В результате повреждена обшивка парильного отделения. Причина пожара – неисправность печи в бане. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. Берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.